Нешуточные страсти разгорелись вокруг Иле-Алатаусского национального природного парка, расположенного в горах Алма-Аты. Причиной стала передача часть его земель в частные руки. Сегодня вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев встретился с общественностью города на территории парка и дал разъяснение по этому поводу. Подробнее в нашем следующем сюжете. Девственная природа и чистый воздух – это то, что алматинцы оценивают фразой «Навес золота». Бесценные красоты, дарованные жителям затуманенного смога мегаполиса самим Творцом, всегда заставляли восторгаться туристов, даже тех, что из стран, которым завидует весь мир. И как гром среди ясного неба, горожане узнают, что 40 гектаров земли в национальном парке переданы в частные руки на 49 лет. Это вызвало шквал возмущения общественности. Речь не идет о том, что мы передали 1% территории, 0,1% территории нацпарка. Мы выделяем участок, который живет по своим правилам. И устраиваем массовый туризм. Дело в том, что на нацпарках туризм должен осуществляться на других условиях. Мы говорим о территориях, которые мы пытаемся сохранить для будущих поколений. Ну а наследие для потомков вице-министр экологии на встрече с общественностью никак не упомянул. Зато рассказал, как разные центры, кемпинги, этноулы мягко впишутся в природу, не выпячиваясь на ее фоне. И даже привел пример американский, где главное не рестораны и кафе, а маршруты и тропы. А тропы в Виле-Алатаусском парке есть не только короткие, но и длинные, что порой без ночевки никак не обойтись. Понятно, что без соответствующей инфраструктуры не провести даже сутки в горах. А чтобы построить ее, придется вторгнуться в дикую природу. Торжение денег больших требует. Инвестора нашли быстро. Они вложили 14 миллиардов в мастер-план. Единственная компания, которая смогла показать идеологию, которую мы хотим, это был Культай. Теперь, конкурс открытый. Он был объявлен 12 января, и ровно через месяц состоялся открытый конкурс. Конкурентов у этой компании не было. Она единственный участник и победитель конкурса. Лично я отношусь крайне отрицательно, потому что опять по очередной мутной непрозрачной схеме были переданы особо охраняемые территории в какой-то очень мелкой ТО, которая за пять лет заплатила налогов меньше, чем я лично плачу за полгода. Вице-министр пообещал, что национальный парк нисколько не пострадает. Ни одно дерево не будет срублено. Хотя проектом предусмотрено строительство автостоянки на 2000 мест. Это какой же объем выхлопных газов будет висеть в воздухе национального парка? Алма Уразбаева, Радик Джакупов, Хабар, 24 Алматы.